Дезертир и сайт видеогеймплей.ру представляют Всем привет! С вами, как всегда, мы, Эл и Дэс, и мы готовы представить вам Блиц-ответы на ваши вопросы. Привет-привет, поехали. Первый вопрос. Кое-кто забыл поставить прочерк, это о Доге, да? Спасибо. Так, итак, вопрос. Элкин, как ты познакомился со своим котом, пёс и скотейкой Бонни? Бонни нам сплавила нам незнакомая, а пса я сам купил себе на день рождения. Точнее, мне подарили его. Девушка. О, как. Как со стороны смотрится спор между настольщиками Вархаммера 40 и Довир, с какими-то Довирстами? Кто такие? Я вас не смог прочитать. Чувак. Чувак. Со стороны смотрится весело. Да, я вот даже послушал, как это смотришь со стороны. Так, ты объяснишь, кто я такие? Нет, я не буду это объяснять, если хочешь прогулать. Давай. Ты уверен? Или ты пи... Ты готов? Да, да, да. Ладно. Вопрос к Эллу и Дезе. Понравилось ли вам дополнение Диабло 3? Как вам новый класс? Блин. Ну, окей, ладно. В общем, мы уже отвечали на этот вопрос, даже делали обзорчик на Диабло и сказали, что в целом она нам понравилась, но она такая была, точнее, могла бы стать намного раньше и, по сути, это дополнение больше состоялось в добавлении одного всего лишь класса и одного акта. И все остальные фичи, которые добавились как бы с патчем, ну, на самом деле, Близзы могли бы все это сделать намного раньше. Ну, мне просто нечего добавить, согласен полностью. Единственное, я до сих пор крестоносцем особо-то не поиграл. Кое из-за кого. Да, да, да. Поэтому следующий вопрос, Элл и Дезе, будете ли вы проходить Dead Space? Ну, если кое-кто, как бы, то да. Но мы уже давным-давно это, помню, обещали, но то да. Так же, как и, чем мы там обещали, это, Сейнс Роу, четвертый, который питали. Там еще что-то. Очень много чего, обещали. Мы это сделаем. Да, мы живем до 70 лет. Запишем. Любишь птиц? Нейтрально отношусь к ним. Я тоже. Если они есть, не мешают мне, не выкалывают мне глаза, то все-таки. Не знаю почему, но написали у тебя на стене, Элл, будешь ли ты проходить ход на Эксперте? Есть одна задумка, но пока не буду раскрывать. Как она осуществится? А, ход есть же на Эксперте у меня. Че вы врете? Да, у него есть, но у меня нету, видимо. И я тоже, может, когда-нибудь дотянусь своими лапами до этого и пройду. Следующий вопрос. Элл, как зайти к тебе в клан? Ну, под каждым любым видео Старкрафта есть ссылка на сообщество. Заходишь в сообщество и спрашиваешь офицера пригласить в клан, он тебя приглашает, а ты у нас. Вот, да. Элкина, причем под каждым видео, под моими, нету пока. Надо, кстати, будет записать, как сутро вступать, а то, чтобы тебя не устают на каждом стриме спрашивать, как сутро. Ладно. Эл, ты будешь снимать херос из-за сторона? Конечно, буду. Тебе вопрос, пацаны, точнее к нам. Почему в Вол 2 на 2 бои не лагают, а в Ходси лагают? Ну, скорее всего, в Воле меньше графики или еще чего-нибудь, а в Ходси ее добавили побольше. Вот и лагают. Да, там больше пикселей. Пиксели больше. Сумничал. Да. ЛЭД, с каких летсплейщиков вы смотрите? Лично я никаких не смотрю. Ну, я не то, что летсплейщиков, и скорее даже не из летсплеев, а Ваньку Лоева со Стопгейма. Ну, не факт, что кто-то его знает из тех, кто меня смотрит, но тем не менее. Ну, вот, и все, больше никого. ЛЭД, с какими оценками вы закончили школу и любили вы или школу? По моему чтению, вы, наверное, поняли, на какие оценки я закончил ее. У меня по всем основным были тройки, и школу я не очень любил. Вот, но я тоже к школе относился, так сказать, специфически, потому что это... Ну, меня вообще с детства не очень радовало, когда кто-то заставлял что-то делать, а школу это делал принудительное. Поэтому школу я не очень любил, и, в принципе, закончил с оценками от тройки до четверки, и иногда даже что-то в актер, по-моему, было. Вот. ЛЭД, давай не ленись и не спи так долго, а то без тебя скучно. Вы с Дезом отличная команда. Печальная новость, да? Спойлерить насчет месяца или нет? А, нет. Там как бы я отдельно сделаю видео. Ну, могу и здесь заодно сказать. Суть в том, что многие, кто был на сегодняшнем стриме, уже знают о том, что со следующего... Ну, точнее, до следующего месяца стримов не будет. Вообще. Ну, от меня лично. Я не знаю, может, Эл там будет стримить. Фиг его знает. Это Эл. Он может сделать что угодно. Но я лично стримить не буду. Причиной тому является отпуск, который мне наконец-то дали. Я наконец-то подлечу здоровье, потому что оно у меня слегка подавалось в последнее время. И, в общем, все станет хорошо. И через месяц я вернусь, через месяц будет снова стримы. Месяц, пожалуйста, вслух назови, потому что неизвестно, когда этот подкаст уйдет. Да, если что, кто не понял, то месяц это июнь. Уезжаю я в среду. То есть, соответственно, такого четвертого, четвертого числа, да, вечером. Вот так вот. Куда он никому не говорит, даже мне. Поэтому не спрашивайте в комментариях. Можете просто гадать. Дай хотя бы подсказку, где. Я уезжаю в холодную сторону. Вот, все. И еще одну, дай подсказку. Не хочу. Но чего? Я уезжаю. Я уезжаю, и не один и буду там греться. Ты сказал, в холодную сторону. Ладно. В общем, гадайте, у вас в распоряжении вся карта мира. Да. Диас, в прошлой серии ты говорил, что ты дезертировал с армией. Вопрос, как ты это сделал? Поделись опытом. Ну, я дезертировал, скажем так, по здоровью. Просто меня признали негодным, в связи с чем просто не взяли в армию. Как ты все? Вот так вот. Диас, давай. Ты все? Следующий вопрос, Диас, на будущее. А, в этом плане, окей, Эл, сними прохождение игры Command & Conquer 4, Tiberium, Twilight. Это не мое, поэтому я не буду снимать это. Я бы даже сказал, Tiberium, туалет, потому что это самая хреновая серия из всех, которые выходила, поэтому, Элкин, я рад, что ты не будешь снимать. Несмотря на то, что люди просят. Вот. Тебе дают совет на будущее. Диас, если ты будешь создавать нового персонажа, то сразу можешь играть в приключения, не обязательно проходить нудную кампанию. Разве это так? Это да, это так, это действительно так, я это знал, но спасибо, что сказали. Просто проблема в том, что когда вы проходите в первый раз, ну вот, с самого первого раза, да, то есть, вам обязательно приходится проходить кампанию, то есть, без вариантов. То есть. Поэтому, если у вас не было персонажей, которые прошли кампанию, вы будете все равно проходить ее. Вот так вот. Тес, будешь ли ты грабить еще банки? А, я... Подождите, это короткий вопрос. Будешь банки грабить? А, окей. Дай, буду. После отдыха. Буду, буду. Да, я вот даже уже выпустил же видео не так давно, как мы ограбили... В общем, вы видели. Привет, Эл и Дес. Как жизнь молодая? У меня нормально. У меня пока тоже вроде бы все хорошо. У меня такой вопрос. Я в Харстоун набрал 1600 чародейской пыли и хочу скрафтить легендарку для всех классов. Помогите выбрать самую выгодную. Заранее спасибо. Рагнароса. Это без вариантов. Он во всех классах очень хорош с собой, так что крафте ее не прогадаешь. Как-то так. Вопрос к нам. Какие игры мы в будущем планируем проходить? Минимум 2-3 назвать надо. Давай. Ну, я планирую кое-чего из старых игр называть, то есть какие именно не буду. Причем планирую довольно много игр. Ну и желательно, конечно, что-нибудь ссылкой пройти. Мне было бы интересно с ним еще позаписывать видео, потому что с человеком общаться как минимум интересно, поэтому тут же от него будет в этом плане зависеть. Наша вечная проблема кооперативные игры. Да, вот это... Вы же знаете, в моих жилах течет только Близзард и я жду героев, Вовку и все. И NFS-ку с War Cry 4. War Cry 4 объявили? Я пропустил трейлер? Ну, NFS... NFS, да, я буду записывать, если он выйдет когда он... В ноябре обычно он выходит или в октябре. Ну, как-то да, что-то. Тем более, там, говорят, будет прям офигенный NFS, но посмотрим. Да, это как всегда. Тут у тебя как бы спрашивают такой немного специфический вопрос. Эл, какой ты национальности? Я житель планеты Земля. Вот. Я полностью с этим согласен. Причем, хорошие жители прям даже отличные. Не будем углубляться в политику, это для меня в последнее время больная тема, но ладно, продолжим. Эл и Диас, почему в Хардстоуне мне на 20-м, на каком-то уровне ранги попад... А на 20-м ранге попадаются легендарки. Игроки, видать, из легенды. Я не знаю, почему. Ты вот знаешь, почему? Я вообще без понятия. Да, потому что он в Хардстоун не играет. Вот, потом... Я играл в Хардстоун всего 4 раза. Первые 2 раза, когда мне давал поиграть Элкин. Второй, третий раз... Ой, третий, четвертый, когда я заходил сам и... Что-то как-то, ну, не знаю, не пошло у меня. Несмотря на то, что игра отличная, я полностью с Элкином согласен. Смотрю, что он там часто зависает. Непонятно, почему, правда, идти в последнее время, по-моему, видео по ней, но... Игра хорошая. Да, так что, если тебе попадаются легендарные игроки, ты их выигрываешь, базовые колоды или еще какой-нибудь... Тебе это огромный плюс, пробивайся тоже в легенду и... 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 Деска, пожалуйста, раскрой глаза, там же я ответил. Да, ты ответил, но мы же делаем рубрику по чтению вопросов. Поэтому ответь, пожалуйста, тем людям, которые будут смотреть. Хорошо. Чтобы различить, надо просто перевернуть коробку и там будет вкладыш. И на этом вкладыше будет написано на русском описание, значит, русская версия. Если на английском, то европейская. И обычно там маленький такой квадратик черно-белый, где написано ру или евро или юэс, то есть Америка. Так что как-то так. Ну да, тем более, что следующий я читать его вопросы кроме... Да, я просто не буду, поэтому задавай дальше. Дес, как ты относишься к игре Цивилизация? К Цивилизации я отношусь довольно специфически, потому что это отчасти немножко не мой жанр игр, но в целом серия хорошая. Окей. Будем ли мы играть в Mass Effect с мультиплеер? Если нужно, дадут аккаунт. Если нам нужно будет, мы будем тебя иметь в виду. Окей, да. В идеале, правда, два. Потому что, по-моему, третьего у меня нету Масика, но... Окей. Зато есть первый и второй. Давай-давай, вопрос. Эл, очень прошу, сделай свои видео громче раз пять. О, чувак, я тебя так понимаю, я ему столько раз это уже говорил. Это больная тема звука, поэтому простите. В общем, дальше человек пишет, мне вообще тебя не слышно. Если ставлю колонки громче, то любой писк компании реально громкий. Так не должно быть. Все другие каналы Ютуба отлично слышно, но тебя нет. Ребята, на самом деле, не обижайтесь на Элку, он старается как может, но не все в его силах. Я вот так. Я даже, знаете... Хотя... Нет, давай лучше найдем, как это сказать, причину и виновника. Виновника это наушники, в которых я это все снимаю. Когда их одеваете, и когда я их одеваю и смотрю свое видео, там офигенный звук. Когда я смотрю через колонки, я согласен. Звук очень паршивый, порой бывает. Поэтому смотрите мои видео в наушниках, что ли. Единственное вам. Вот, ну... Я бы на твоем месте просто знаешь, как делал... Брал бы, например, пробовал отдельно повышать дорожки, то есть, чтобы у тебя вам в наушниках прям морал. Ну да, я такое делал, но я же глухнуть буду, чувак. Ну, чувак, ну... Что сделаешь ради... Что не сделаешь ради подписчиков? Так, тебя просят поиграть в новое дополнение Outlast и сделай, пожалуйста, стрим к этой игре. Я вообще новое дополнение хотел пройти на запись, дабы улучшить качество, потому что во время стрима оно ужасно убогое, потому что по какой-то непонятной причине стрим записывается просто ужаснейшим качеством. Л и Дес. Точнее, Л или Дес. Хочу попросить вас пройти в Вархаммер 40 тысяч следующую часть после Дарк Круссейлера. Это уже было? Нет, этого не было. Это Вархаммер, а то было по этому, по Коммундам Ханкувер. Две больные темы у нас. Ты будешь проходить? Я лично нет. Я когда-нибудь доберусь опять до Вархаммера, но сейчас пока нет. У меня, к сожалению, и по работе много дел, и по озвучке я еще теперь начал делать, поэтому у меня сейчас не до этого. У меня уже извините. Так, Деска, что-то там Гаренто троллишь, а меня не позвал. Это, видать, ваши какие-то разборки. Отвечай. Я даже не знаю, про что ты. где тут? Где-где-где-где-где-где? А, это Костя, Костя. Нет, я не знаю. Не знаю. Не знаю. Я уже не помню, честно говоря, про что он. Тогда, может, я помню сейчас. Эл, у тебя бывало такое желание, чтобы вернуться на 16 лет назад и опять поиграть в первый StarCraft? Ты не представляешь. Конечно же, было поиграть, ну, точнее, желание вернуться назад на такое хорошее время поиграть, сделать видео к нему и выложить в интернет. И стать первым. Да. И заработать миллиарды просмотров. Ну, ладно. Это все мечты-мечты. Давай. Жги. Дезертирь, я видел, ты играешь в Walking Dead. Сделай видео по прохождению обоих сезонов. А еще можно заодно поиграть Wolf Among Us. Я даже не знаю, что это такое. Тейлтейл Геймс это одна из моих любимых компаний, которая реализует те вещи, которые никто бы не додумался до них это сделать. То есть, они что делают? Я сейчас тебе объясню, просто что это за две игры. Они делают игры по комиксам. То есть, есть комикс, и они делают по нему игру. Это просто офигеннейшая штука. У них получается просто великолепно, за что я им благодарен. Это мои любимые игры. И да, когда я не тебе доберусь, сделаю их, но я хочу их сделать с разветвлением сюжета. То есть, играют два человека, я раскрою такую маленькую тайну, да, то есть, и они делают разные решения. И заодно показать, что будет в этом случае, и, например, что будет в этом случае. Как-то вот такая вот у меня вот идейка. Ну ладно. Ты как... Далее вопрос. Давай, давай, говори, что ты там хотел. Я когда-то спрашивал у тебя, будешь ли ты играть в Rust? Ну, это все Никита создает. Так ты и не дал ответа. Ну, после обзора Катуна, я в него играть не очень хочу. Ладно, Эл, а чем отличаются электронные издания от простого? Тем, что электронные можно несколько раз устанавливать, и где можно купить ту версию подешевле, что ты однажды говорил ту, что с рус... Только с русским языком. Про какую игру идет речь? Видимо, про StarCraft или Diablo, не знаю. Ну, про Blizzard точно. Про Blizzard точно. Купить... Я даже не знаю, надо уточнить. Все ищется в интернете, ребята. Digital версии, тем более, в Яндекс. Пишите и покупаете. платирую, там единственное, что я знаю в России. И все. Такая скрытая реклама. Да, я как раз хотела сказать, ты прорекламировал платирую. Ну, кстати, сайт действительно хороший, но готов предупредить, смотрите аккуратнее, потому что есть люди, которые там напаривают на деньги, так же, как, собственно, и везде. Поэтому, будьте аккуратнее, выбирайте тех людей, которые все-таки того достойны. Ну, в общем, смотрите. Дезертир, у тебя в стиме, у тебя вот, больного человека, много игр, а видео в основном, есть четко, а видео в основном StarCraft, Payday, Diablo 3, так вот, хотелось бы разнообразия. Ну, собственно, и так, насколько я могу, я делаю разнообразие, но проблема в том, опять же, смотрите, если я буду каждый день выпускать видео по разной игре, да, то есть, ну, по новой, допустим, сегодня там Payday, завтра там, например, Warhammer, послезавтра там StarCraft, после-послезавтра там какая-нибудь Террария, потом еще, то у меня все это получится по одному выпуску каждой игры. Оно вам надо? Да, я тоже раньше так думал, что чередовать нет, надо проходить полностью игру, и потом браться за новый проект. Да, я вот сейчас вот иной раз сижу, волосы рвусь на голове, когда вы понимаете, что мне надо записывать три игры сразу, это Run, это, этот, как его? Wolfenstein. Wolfenstein, и еще Watch Dogs, который я начал сейчас записывать, а еще с Элкином надо будет во вторник записывать Diablo. Да, который сильно обижается еще на тебя. Да, потому что это просто выносит мозг. Еще мне озвучку делать, поэтому, ребят, серьезно, это очень сложно. А вам-то легче всего написать, где видео, записывай больше того-то. Ладно. Ладно, будем себя разбортизировать потихоньку, чтобы делать видео нон-стоп. Окей. Привет, Эл, вопрос по WoW, не так давно начал играть, подскажи, какими классами проще начать играть, для начала. Заранее спасибо. Как я уже отвечал лично, если вы начинаете играть варлок либо хантером. Самые легкие классы. Единственное, что стоит обратить огромнейшее внимание, у каждой фракции есть та раса, которая вот лучше всего подходит. Допустим, у Альянса охотник это ночной эльф, и варлок у Альянса, по-моему, гном. Если же вы за рту хотите играть, то берите либо тролля или орка как охотника, и если чернокнижник, то нежить и орк. Вот так вот. Да. Деска, как ты относишься к играм сайт Miss Civilization 5 и 6? Что-что, прости, дружи. Седьмая с Цивилизейтой? В принципе, нормально отношусь, но, как я уже сказал, это игры не моего жанра, потому что вопрос такой же задавал. Еще такой нескромный вопрос, как считается в России, сколько мы зарабатываем в месяц? Ну, как я вижу, тут спрашивают именно меня почему-то, но окей. Ну, я скажу, что я зарабатываю столько, что мне, в принципе, хватает на жизнь, и пока для меня это нормально. Если я буду зарабатывать еще и на Ютубе, был бы, конечно, совсем хорошо, но пока Ютуб не приносит денег, в принципе, поэтому это просто хобби для души. А я безработный. Парам-парам-пам. Пам! Вот. Эл или Дез, хочу попросить вас пройти. Так, ну, кстати, я вижу тут, что-то, и у меня дружно. вопрос, да, понял. Ну, тогда я читаю следующий, потому что у тебя вопросы закончились, будем сейчас поочередно читать последние два. Дезертирка, у тебя бывало такое желание, чтобы вернуться в прошлое и поиграть опять во все старые игры? Отвечу, что да, такое желание у меня было. А больше даже у меня желание было не вернуться назад и поиграть во все эти игры, а просто забыть все эти игры и открыть их для себя вновь. То есть, это даже можно было бы сделать вот так. Своеобразная такая, знаете, амнезия с последующей заменой. Ты уверен, что ты это у себя на канале прочитал вопрос? Да. Потому что Доги второй раз написал у тебя же его. Нет, он у тебя написал в игры Близзарда. Ага. А у меня во все в принципе. А, ну ладно. Элодиэс, будет ли вы проходить игру Скал офф Шаган. Правильно прочитал? Скал оф Шаган? Да. Там есть мультиплейер. Вообще это будет типа как скилл скал оф Шаган. Окей, не знаю, я с английским хуже, чем Элкин, поэтому тут как бы наоборот надо было спрашивать. Но суть в том, что да, там есть мультиплеер, но она очень специфическая, не факт, что он понравится Элкину, как бы, потому что у Элкин у нас очень заточен на Близзард. Заточен под Близзард в его крови ничего, кроме эритроцитов Близзарда. А поэтому вот синеньких логотипов Близзард ничего там нету. Ну все, он ответил за меня. Больше вопросов на твоей стенке нету. На твоей так же. Так что, ребята, задавайте еще вопросы, будем на них отвечать. Берите пример Стера Новый, как это был прошлый выпуск, посвященный только ему. Вот, вдохновляйтесь и... Вообще, да, кстати, Тернова молодец, на самом деле. Спасибо ему за такие вопросы, очень было интересно отвечать. Нам вообще, ребята, интересно для вас отвечать, делать какой-то вот такой вот контент. Надеюсь, что вам он нравится, раз вы спрашиваете, то есть мы рады, что вас становится с каждым разом все больше и больше. В общем, всем удачи, с вами были, как всегда, мы ЛОДС, и мы были рады вас видеть и слышать. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok